Итак, давайте теперь приступим к шаблону главной страницы. Создадим шаблон в административном разделе. В ID давайте напишем main. Название главное, например, в описании шаблон главный. Аналогично, так же, как мы и делали для шаблона внутренних страниц, мы здесь оставим только метку work-area и будем работать со стилями шаблона, стилями сайта и файлами шаблона напрямую через FTP. Сохраняем. Перейдем в директорию, где хранятся шаблоны. Обновляем. И мы видим, появился папка main. Итак, теперь по аналогии с шаблоном внутренних страниц, сюда нам нужно перенести стили, верстки, скрипты и картинки. Но это не совсем удобно, потому что хотелось бы хранить все стили, картинки и скрипты в одном месте. А в данном случае у нас получается два шаблона, в которых будут храниться одни и те же файлы. Поэтому давайте сделаем так, перенесем все скрипты, картинки и стили в шаблон default и поменяем подключение соответствующих стилей скриптов для уже созданного шаблона внутренних страниц. Итак, переходим в шаблон default, скопируем туда все нужные файлы. А теперь идем в шаблон внутренних страниц. Здесь нам нужно удалить то, что не требуется. Желательно всегда удалять ненужные, неиспользуемые файлы и директории. В данном случае это content.images.js и template styles. Теперь самое главное — это переписать путь, который прописан в файле header.php, который мы здесь писали на сайт template.path. Давайте перепишем везде, где используется эта константа, на прямой путь к директории, в которой лежит дефолтный шаблон. Это папка битрикс, templates, дефолт и дальше. Давайте скопируем его и везде будем вставлять. Не забудем про футер, в котором есть подключение картинок. И также в header не забудем добавить отдельно файл стилей, потому что теперь в showhead не будет выводиться стиль, так как мы удалили его. Сохраняем. Итак, давайте посмотрим, что у нас получилось. В дефолтном шаблоне у нас лежат файлы изображений, скрипты и template style.css. Давайте посмотрим, не поменялось ли у нас на сайте ничего. Итак, мы видим, что все на месте, все картинки на месте, все стили на месте. Итак, давайте приступим к внедрению шаблона главной страницы. Откроем директорию, в которой лежит шаблон, и файл главной страницы, index.html. Все действия, которые нужно проделать, они аналогичны действиям, которые были проделаны для интеграции шаблона внутренних страниц. Мы создали шаблон главной страницы. У нас получилось немного файлов. Это файл header и footer.php, файл описания, description. Давайте подключим шаблон главной страницы в административном разделе. Переходим в настройки продукта, сайта список сайтов и в настройки текущего сайта. Здесь в используемых шаблонах у нас сейчас установлен шаблон внутренних страниц без какого-либо условия. А давайте установим шаблон главной страницы и поставим условия для папки или файла. Установим файл index.php и не забудем подключить шаблон внутренних страниц, который будет использоваться без условия, но ниже по приоритету. Сохраняем. И посмотрим, что у нас получилось. Итак, у нас подключился шаблон главной страницы. И мы видим здесь контент, который лежит на странице index.php. У нас не должно быть этого контента. Давайте его удалим. Итак, мы создали два шаблона.